Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Последние новости о повышении пенсии пенсионерам с 1 августа. С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Как сообщили в пенсионном фонде, корректировка пенсий произойдет автоматически. Прибавка к пенсии также затронет получателей накопительной пенсии и участников программы софинансирования пенсионных накоплений. С 2016 года работающим пенсионерам индексация пенсии не производится. Но ежегодно, 1 августа, тем людям, кто продолжает работать, пенсии перерассчитывают. По данным Пенсионного фонда России, по состоянию на январь 2020 года, в России 9 315 000 работающих пенсионеров. Как разъясняют в пенсионном фонде, максимальная прибавка к пенсии ограничивается тремя пенсионными баллами. Кроме того, на размер прибавки влияет дата, когда человек вышел на пенсию, поскольку при перерасчете используется стоимость пенсионного балла, установленная на момент выхода человека на пенсию. Соответственно, чем раньше человек оформил пенсию, тем меньше прибавка, на которую он может рассчитывать. Августовская корректировка коснется официально работающих пенсионеров, от которых в 2019 году поступали страховые взносы. В 2020 году актуальная стоимость пенсионного балла составляет 93 рубля. Соответственно, максимальная прибавка составит 279 рублей. Количество накопленных работающим пенсионерам, индивидуальных пенсионных коэффициентов, умножается на их актуальную стоимость, и к полученной сумме, прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В 2020 году она составляет 5686 рублей 25 копеек. Чем больше накоплено баллов, тем выше будет пенсия. Корректировка пенсии коснется работающих получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых их работодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд России в 2019 году. Чтобы получить прибавку к пенсии, идти в Пенсионный фонд России и писать заявление не нужно. Корректировка происходит автоматически. Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц. По результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые превысили уровень инфляции в три раза, накопительные пенсии повысят на 9,13%. По информации Пенсионного фонда России, корректировка коснется 80 тысяч россиян. Пенсии будут проиндексированы и участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Сейчас средний размер срочной пенсионной выплаты составляет 1705 рублей в месяц. По данным Пенсионного фонда России, с 1 августа она вырастет на 7,99% для 32 тысяч пенсионеров-участников программы софинансирования. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.